Царю Небесный, Утешитель Души истины, И Железесы, И вся исполняя сокровища благих, И Жизни Подателю, Приди и вселися вны, И очистены от всяких скверны, И Спасти Блажей Души Наша. Садись, мы сегодня от Марка читаем. Глава 1, от Марка. Только погромче. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Читай, читай, ты сразу. Иоанна, последнего из пророков, Евангелист, представляет началом Евангелия Сына Божия, потому что конец Ветхого и есть начало Нового Завета. Что касается свидетельства о предтече, то оно взятое из двух пророков. Из Малахии 3, 1, Исаии 43, глаз вопиющего в пустыне и прочее. Это слова Бога Отца к Сыну. Он именует предтечу ангелом за его евангельскую и почти бесплодную жизнь. И за возвещение и указание грядущего Христа. Иоанн готовил путь Господень, приготовляя посредством крещения души иудеев к принятию Христа. «Пред лицем твоим, значит, близок тебе ангел твой». Это этим означается родственная близость предтече ко Христу, так как и перед царями шествуют преимущественно родственные особы, где глаз вопиющего в пустыне, то есть в пустыне иорданской. И еще более в синагоге иудейской, которая была пуста в отношении к добру. Путь, значит, Новый Завет. А стези ветхий, как неоднократно нарушаемый иудеями. Пути, то есть к Новому Завету, они должны были приготовиться в стези ветхого, исправить, стези, а стези ветхого исправить. Так, а что? Здесь тоже читаю, да? Ты, когда Евангелие читаешь, ты поясняй. Оно в кавычках, значит, ты поясняешь, что это. Поясняю. Если толкование, значит, ты так и говоришь, толкование. Нет, а здесь вот толкование, а это получается пояснение. Вот это вот, что это тут такое? А, вот, это, наверное, упускать будем, да? Вот отсюда начнем. Марк 1, 3, 4. Стих 3, 4. Нет? Читай все подряд. А, Игнатий Лапкин. Интересно было бы посмотреть на священников, которые решились проповедовать прямо по Слову Божию. Вообразим, что такое все-таки где-то случится в третьем тысячелетии хотя бы один раз. Батюшка решился бы изъяснить священное писание, как блаженный феофилакт, и дошел бы до того места, где говорится о Библии в Ветхом и Новом Завете. Напрасно говорить об этих путях и связях, если по ним сам никто не ходил. Стоит только начать проповедовать прямо по толкованию феофилакта. Но это место, и другие его собратья прозовут его баптистом и сектантом. Приходилось не раз встречаться с такой ситуацией, когда за проповедь одного священника остальные ополчаются на него и просят архиереи или убрать его, или запретить. Когда феофан-затворник со своей огромной ученостью и званием языков дошел до перевода Симеона, нового богослова, то перо выпало из его рук. С великой скорбью пишет он об этом, что отложил сей труд и не решился довести его до русской павства по избежанию соблазна. Какого соблазна? Того, что, прочитав этого подвижника, простые люди, если поверят ему только в час же и признают свое неверие, потеряют всякую надежду и спасение. Так путь же остается все так, как и есть. И остаются эти стежки-дорожки нехожденными. А пастыри оказались не руководителями и повыдырями для слепых, а сами ослепли, не читая Библии. Путь в Царствие Небесное один, Святая Библия. Итак, понимали все святые отцы. А сегодня на тысячу православных, приходившихся всю жизнь в храмы, при всем желании и розыске не обращаешь ни единого, кто знал бы толкование святых отцов в церкви на Новый Завет. Книги толкования сегодня издаются и продаются свободно. Но авторитет их для православных, как и авторитет Библии на нуле, все подменили новыми канонизациями и явлениями державных икон, крестными ходами, мироточениями и многими другими, о чем в Библии нет ни единого слова. И значит, пастыри ведут свою пасту не по путям стезям, проложенным Господом, а непроходимым дебрями, где нога Господа не ступала ни разу. Псалом 118, 113. Вымыли человеческие вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Иерей 6, 16. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, а найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Дальше читаем. Подожди. Начало, кратко. Начало о чем было? Ваня Притича. Начало Евангелия Иисуса Христа Божия, как написано у пророков, вот я посылаю ангела перед лицем твоим, которым приходит путь твой перед тобой. То есть он говорит о Иоанне Притичи, который пришел... Именно дословно здесь, да, что посылаю ангела, именно здесь была Анна Притичи. Ангел перед кем? Перед Иисусом Христом, который должен был идти. Здесь рождение было Иоаннова, говорится, ой, точнее крещение Иоаннова, которое должно было приготовить народ к покаянию. То есть оно, Святого Духа еще не был дан, и поэтому крещение, не в оставлении грехов, оно просто готовило народ к покаянию. Вот. Деяние 2.37, там сказано, значит, народ спрашивал, мужи, братья, что нам делать? Деяние 2.38, апостол Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. То есть здесь апостол говорил, что крещение, нужно сначала покаяться, это обязательно. Чтобы покаяться, человек должен уверовать. Чтобы уверовать, как уверовать? Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Послание Римлянам 10.17. Вот я говорю многим, например, когда раздавала Евангелие, и говорю, спрашиваю, Евангелие у кого есть? Ну, у многих есть, конечно, но у кого нету, а некоторые говорят, у нас веры нет. Сейчас раньше ходил в женские палаты, сейчас в мужские, захожу в палаты, например, попал в одну палату, мужчина говорит, вы не по адресу пришли, мы все атеисты. Ну, получается, веры нет. А веры откуда? Если Евангелия у них нет, Евангелие не слышали, Евангелие не читали, поэтому я говорю, вера от слышания. А слышание откуда будет? То есть, либо кто-то возвестит, скажет, как у нас Господь писал раньше апостолов, пророков, как сейчас, скажем, священников, миссионеров, как Игнатия Ханчалапкина, или человека-человек, когда услышит именно по Евангелию, или он берет это Евангелие, через него обращается, приходит к покаянию. Вот сектанты, они, конечно, тоже многие каются. Откуда они это? Через, либо они попали уже к таким же, скажем, всех, кто куда-то пришли, они услышали о покаянии, они там каются. А у нас в храмы, говорят, многие приходят, пришли, говорят, постояли, ушли ни с чем. Там нас никто не зовет, никто не говорит, пока сам не распрощит, ничего не узнаешь. У нас же ведь че плохо? В храм пришли, мы постояли, ушли. Мы никому не нужны, и никто с нами знакомств, и кто к нам не подходит. А у сектантов у них поставлено по-другому. Они пришли, кто-то первый человек пришел к ним, они сразу к ним подходят. Откуда, как, ну, знакомиться, наверное, объясняют. То есть у них как семья. То, по сути, что должно быть у нас? У нас должна быть как бы община. Эти общины, в них попадая, человек должен как раз обратиться к вере, потому что он слышит у них о Христе, о Евангелии. Почему для Иисуса Христоса он родился, воплотился и распялся за наши грехи? И там мне нравится, есть место в Евангелии, сказано, кто не любит Иисус Христа, да будет проклят, Маранафа. Но это тоже не все знают. Мусульмане, например, не знают Иисус Христа, они хоть почитают пророк, но он у них не как Иисус, а как просто Иса. То есть совсем другой человек, это не наш Иисус. Они говорят, что он и не умирал, его как бы живым на небо взяли, что он там тем более не распялся. Ну, как у них понятия о грехе у них нет. У нас в православии самое главное – это понятие о грехе. Раз мы все грешные, а как спастись? С грехами же в царстве сказано, ничего нечисто не войдет в царство небесное. Чтобы туда войти, нам нужно уверовать, потому что вера без дела мертва. Ну, здесь нужно уверовать, и сама говорит, вера есть уже дело. Ну, и все равно должны быть тоже дела. Сейчас и посты, и молитва, все здесь. Здесь, как говорится, у человека должно быть два крыла, как у птицы. Пост и молитва. Как человек не может с одним крестом. Одни, как я молюсь, там молюсь, да? Ну, а пост не все берут. А как ты с одном крылом взлетишь в небо, ты никак не взлетишь? То есть надо два крыла. И пост, и молитва. Они должны быть вместе. А посте со многими тоже спрашиваю, разговариваю. Ну, не знаю. Я, например, когда обратился 24 года, вот уже сколько мне? 52-й? И соблюдаю все посты. Опять-таки некоторые соблюдают, вот я знаю, у меня подруга, она строгий пост, как придет, она, я первую неделю и последнюю. Остальные посты тоже не поститься. Ну, хотя, как Игнат Тихонович поясняет, что они не евангельские, они пришли потом, намного позже. Но раз церковь усыновила, раз церковь приняла, значит, мы должны все равно принимать поститься, потому что мы церкви оказываем послушание. Как бы оказываем послушание церкви, оказываем послушание Богу. Хотя Игнат Тихонович говорит, что в монашестве у них послушание на первом месте, но это неправильно, это не по Евангелию. Самый главный пост и молитвы. Они, наоборот, выше, выше поставим молитвы, нет ничего. Значит, как Игнат Тихонович, как-то рассказывал случайный такой, например, приводит он пример. Если у царя там несколько дочерей есть, ну скажем, 10 хотя бы, да, ты первый год почтишь и последнюю. А этих там со второй по девятую не будешь почитать. Ну, как к тебе относятся, царь, как они отнесутся, да? Так же и говорит, пост, как ты в первой неделе постишься, а последнюю нет. То есть ты в Богу, то как угодишь? Получается, что человек лукавит. Апост вообще, он был же положен еще в раю, потому что Господь сказал не вкушать, а древо. Попознание добра и зла. То есть он запретил вкушать. То есть запрет некий уже был тогда положен. Хотя они еще уже и святые, и в царстве находились, да, они еще еще не грешили. Еще не было греха. Ну, вот я всегда некогда говорит, пост, пост, поста нет. Я говорю, так он еще и Богом был в раю, да. И поэтому он и ветхом был. Вот этот пророк Илья, то 40 дней постился. А потом Анпритечи, тоже о нем мы читаем. Он тоже постил ссоргней, он был в пустыне. Ел акриды, дикий мед. Но акриды, это, там это, как их называют-то? Читали мы. Рот. Ну, как их, Господи. Таня. Никак не вспомнил. Фрукты? Нет, это не трава, это... Не кузнечики, как еще их? Саранча. Рот саранчи, да. Ну, они тоже тебя... Рот саранчи, да. Вот, представьте, даже саранчу есть. Ну, есть, конечно, там кто, китайцы, кто любит устрите лягушек, да? Змей, там кто разные. Натуральный белок. Натуральный белок. Ну, все равно, извини, как это у нас, вот передача, есть какая-то, что показывали, там, что они там продлевают. Что только не едят, да? Ну, извини, мы, конечно, это я как-то представлю, как он буел это. то есть вот он в пустыне а чё там не было ничего сам иисус христос 40 дней постился то есть пост какой по сути пост это вообще не вкушение ничего то 40 дней не пил не ел а по нашему многие же не знают они думают что пост вот сейчас же муж кушаем постное там запрещать молочные яйца мясо но рыбы иногда сейчас например разрешается строгий пост там всего на вербное до воскресенье и матерь божий праздник там два раза в общем строгий пост разрешается что еще хотят сказать да с постом сложности счет с одной недавно разговаривала она тоже вроде библии читает библии читаю изучая но читать изучать своим умом все равно ты не будешь знать так как надо лучше читать столкование блаженного фифилакта потому что если будешь читать своим умом и изъяснять то можно уклониться в ересь скажем так но у нас же всякие мысли а поскольку мысли у нас бывает и от станы и от человека они конечно бывайте от бога но мы различение этих помыслов нет у нас такого дара да мы не можем различать и поэтому опасность в том что мы можем помысл от станы принять за свои и как за божие вот как же у нас многие люди какие-то явления происходят что-то является склонны всегда думать почему-то от бога хоть он и лох хоть что-то в общем всегда от бога от бога не думаю и для этого чтобы вот этого не было лучше столкование блаженного фифилакта читать мне нравится еще сейчас я нашла чуть-чуть зачитая постах такой материал здесь грехи и виды их духовное врачевание различные болезни требуют различного врачевания но здесь предстоит нам без это не от телесных болезнях и не от телесном врачестве но о духовном а духовные болезни коими душа наша не существует это суть грехи разделяющие на три рода некоторые грехи совершается в теле другие в душе иные обнаружить с посредством любостяжание сейчас это интересно тут мы будем разбирать грехи относящиеся к телу это например как присыщение чрева неистовство ну или скажем попросту обжорство мы же любим иногда не соблюдаем много часто едим упиваемся обедаемся тут и пьянство конечно и блуд и прелюбодеяния но тут сказано еще в евангелии такие слова не пей вино ибо в нем есть блуд то есть всякий человек когда упивается вином он обязательно и согрешает он легок на блуд сами понимаете когда человека идет трезвый да вряд ли он будет приставать к женщине да или наоборот а когда выпить у нее смелость он герой и он быстрее согрешает они два греха как бы рука об руку и туда не всякие плотские греховные греховные частота то здесь относящись к телу к душе здесь имеется до злые помыслы из сердца исходят вот библия прийти красную большую там не заложка если сейчас найду властолюбие превзношение слова люби зависть то есть вот человек когда превозносится завидует ну скажем зависть ненависть вот все чувства разные такие да обидчивость они приспособны не телу а именно душе душа вот такая чувственная вот сейчас если я найду в библии так мне нравился очень много сейчас даже сердце где-то вот сейчас у еремея не нравится 17 глава 9 стих это я вспоминаю вот как с одним алексеем разговаривали помните вам рассказывал случай когда мы с ним стали разговаривать вот я там ему про веру там про общину про все ангар ты там сект попала все такое и меня до сердца заволновалась ну когда он только начал со мной разговаривать а я же знаю по святым отцам читал что на сердце нельзя полагаться нужно полагаться на ум вот здесь дословно иеремия 17 глава 9 стих лукаво сердце человеческой более всего и крайне испорчено кто узнает его дальше я с большой господь проникает сердце испытывая внутренности чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его то есть здесь сам господь говорит что он испытывает сердце всякого человека и только господь может это знать значит третье что касается сначала мы говорили о теле и о душе потом о любостяжении к нему относятся следующие грехи корыста любие в расство хищение убийство всякое неправильное приобретение такое значит троёк разделение грехов мы находим священном писании святой апостол апостолом богослов первым своем соборном послании говорит ибо все что в мире то есть это с евангелия взят слова вот видите как геннадий враг воздействует на нас но вот он сильно костре не вы спите как хорошо ночью 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 спите какой сон у вас крепкий нет ну понятно грань там 8 часов ну даст на то не всегда снятся даже если человек крепко сны снят всегда просто моих не всегда запоминаем одно дело вот но если я приложить пола детства встаю сейчас 440 вот как и гнать техниче они остаются